Дорога трудная была от букваря до аттестата. И вот она вас привела к последнему звонку. Эти слова одинаково справедливы для всех тех, кого этой весной в последний раз называют 11-ти классниками. В 2022 году у 13-й школы имени Хована лишь один. Зато какой выпускной класс. Идеально совпало, что из 28 умных и красивых ребят ровно по 14 юношей и девушек. Этот класс стал гордостью школы и подарил ей 6 отличников и претендентов на золотые и серебряные медали, а также целую россыпь наград и дипломов. Так получилось, что за мои 20 лет работы в школе, это первый мой класс, когда я веду их с 5-го по 11-й. Конечно же, волнительно. А волнительно вдвойне, потому что выпускается мой родной сын в этом же выпуске. Поэтому вдвойне я чувствую степень ответственности и радости одновременно, потому что хочется им пожелать, чтобы все сложилось, чтобы в жизни были открыты для них все двери. И чтобы за дверь школы они вышли достойными людьми. Конечно, я чувствую невероятное волнение, потому что даже не верится, что подходит конец всему школьному пути. Я точно помню, когда я пришла 1 сентября 2011 года в эту школу, а сейчас уже прозвенит последний школьный звонок. И, конечно, это очень волнительно и ответственно. Я очень благодарен всем своим учителям, а также людям, которые прошли со мной этот нелегкий путь, который длился 11 лет. Я очень счастлив в этот торжественный день и хочу пожелать всем дальнейшего успеха на дороге знаний. Эти 11 лет в школе, они незабываемые. Они мне дали огромный опыт общения с разными людьми, получения самых разных знаний. Я хочу поблагодарить всех педагогов этой школы, администрацию за то, что все эти 11 лет я получал качественное образование, которое в будущем мне обязательно поможет. По торжественному случаю на линейке присутствуют почетные гости. Глава администрации Ленинского района Александр Власовец поблагодарил ребят за их успехи, пожелал исполнения задуманного и покорения новых вершин. А депутат городского совета Александр Деменков, как директор фирмы «Бреское мороженое», устроил выпускникам приятный сюрприз. За заслуги в учебе, общественной деятельности, олимпиадном, исследовательском и конкурсном движении, лучших из них наградили дипломами, сладостями, а также денежными премиями. В Ленинском районе в этом году заканчивают, выпускниками являются 1772 человека, из них 725 – это выпускники 11 классов. Очень достойно представляем район. У нас 21 победитель третьего этапа Республиканской Олимпиады. У нас три победителя заключительного этапа Республиканской Олимпиады. Есть выпускники, которые удостоены наград на различных конкурсах, в том числе и Фонда президента Республики Беларусь. Конечно, пожелание теперешним выпускникам, чтобы они не забывали ту основу, где им дали знания, где родители вместе с педагогами вложили в них душу, свои силы. В этом году мы особо отмечаем наш выпуск 11-го педагогического класса. Они завоевали для школы очень много побед. Кроме того, 11 выпускникам будут даны педагогические рекомендации для поступления в педвузы по собеседованию без экзаменов. Желаем им успехов при поступлении, сдать экзамены, всегда быть уверенными в свои знания, не забывать своих учителей, поддержку своих родителей и приходить к нам в школу. А здесь, за школьными партами, останутся те, кто сегодня с восхищением смотрит на старшеклассников и с замиранием сердца наблюдает за происходящим. Первоклашки. Когда-то и они будут на месте выпускников, а сегодня желают старшим товарищам доброго пути, успехов в институте и обещают учиться не хуже. Мы обещаем хорошо учиться, чтобы выпускники нами гордились. Я желаю им счастья. Я желаю, чтобы у них все получилось. Я желаю, чтобы у них в личной жизни все сбывалось. Я хочу, чтобы они очень хорошо учились. Теплые слова и пожелания в адрес выпускников не остались без ответа. Школьный вальс, который никогда не повторится – трогательный, прощальный подарок. Вот и подошла к концу выпускная линейка. Пронзительно прозвенел последний школьный звонок. И теперь, собравшись в круг, одноклассники долго не решаются отпустить шары в небо. Ведь каждый загадывает свое самое сокровенное желание, зная, что вне стен школы ждет совершенно другая взрослая жизнь. Раз, два, три. Людмила Логодич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ.